Полторы тысячи штатных юристов, 538 офисов бесплатной правовой помощи Министерства юстиции по всей Украине, более трех тысяч адвокатов ежедневно решающих ваши проблемы. Задайте свой вопрос. Вы имеете право. Какие льготы имеют студенты-переселенцы и как их получить? Мой сын живет в общежитии и платит за него 700 гривен в месяц. Правда ли, что он имеет право жить бесплатно? Студенты из временно неподконтрольных территорий Украины имеют право на получение льгот после того, как они станут на учет и получат справку внутренне перемещенного лица. Антонина Загура, 37 лет. Начальник отдела правопросвещения и оказания бесплатной правовой помощи правобережного Киевского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Минюста. Закончила Киевский национальный университет имени Тараса Григорьевича Шевченко, магистр права, юридический стаж, 19 лет. Льготы на проживание студентов из неподконтрольных территорий Украины предусмотрены постановлением Кабинета министров номер 975. Так, согласно данного постановления, студенты, которые имеют статус внутренне перемещенного лица, а также студенты, которые проживают в населенных пунктах на линии соприкосновения, имеют право на скидку за проживание в общежитии. Такая скидка должна составлять не более чем 50% платы за общежитие. В нашей ситуации стоимость за общежитие в месяц составляет 700 гривен, то есть на половину этой суммы студенты такие имеют скидку. При этом отмечу, что очень важно, чтобы данный студент не пользовался адресной помощью, как внутренне перемещенное лицо по постановлению Кабинета министров номер 505. Одновременно использовать одну и другую льготу невозможно, то есть здесь придется выбирать. Кстати, для студентов адресная помощь составляет 1000 гривен в месяц. Согласно постановлению Кабинета министра 975-го, есть категории лиц, которые имеют стопроцентную скидку на проживание в общежитии. 14 мая 2015 года Верховной Рады Украины принят закон номер 425-8 о внесении изменений в некоторые законы Украины о государственной поддержке участников боевых действий и их детей. Детей, один из родителей которых погиб в районе проведения антитеррористической операции, боевых действий или вооруженных конфликтов, либо во время массовых акций общественного протеста, детей зарегистрированных как внутренне перемещенные лица для получения профессионально-технического и высшего образования. Государство обеспечивает целевую поддержку для получения образования в государственных и коммунальных учебных заведениях, в том числе детям, зарегистрированным как внутренне перемещенные лица, которые обучаются на дневной форме обучения в профессионально-технических и высших учебных заведениях. До окончания учебы, но не дольше, чем до достижения ими 23 лет. Согласно закону, такая поддержка будет предоставляться в виде полной либо частичной оплаты обучения за счет бюджетных средств, льготных, долгосрочных кредитов для получения образования, социальные стипендии, бесплатного обеспечения учебниками, бесплатного доступа к сетям интернет, бесплатного проживания в общежитии. Для того, чтобы реализовать свое право на льготы и получить такую помощь, студенту нужно обратиться с заявлением на имя руководителя высшего учебного заведения. Заявление составляется в свободной форме, но при этом нужно обязательно приложить документ, который подтверждает льготную категорию такого студента и указать конкретно, какую льготу требует студент. Смотрите в следующем выпуске программы «Имею право». Мне 21 год, постоянно живу в Крыму, ни разу не был на материковой Украине, но очень бы хотел получить украинский паспорт. Родители украинцы. Как мне правильно оформить все документы и не ездить через границу туда-сюда? Свой вопрос вы можете задать, позвонив на единый номер системы бесплатной правовой помощи 0800-213-103, скачав мобильное приложение «Бесплатная правовая помощь» или обратившись непосредственно в один из 538 офисов бесплатной правовой помощи в вашем регионе для личных консультаций. Также вы можете задать свой вопрос на телеканале «Дом» в Ютюбе или в Фейсбуке в комментариях под этим видео, либо написав на личную почту проекта «Имею право, собачка, канал Дом ТВ».